В Интерфаксе состоялась пресс-конференция кандидата в мэра Москвы Ивана Ивановича Мельникова, презентующая его предвыборную программу. В чем особенности предвыборной программы Ивана Ивановича Мельникова, как она будет реализована и какие инновации она несет, об этом в канале Рассвет ТВ. 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 для молодого человека, который вступает в жизненный путь. Наверное, главное это получить достойную работу, хорошую заработную плату и решить жилищный вопрос. Так вот, проблемы молодого человека у нас отражены в разных главах, в разных разделах нашей программы. Если говорить о экономической политике, то там речь идет о масштабной программе субсидирования, создания рабочих мест для молодых специалистов, выпускников средних профессиональных училий и выпускников вузов, которые в Москве больше 100 тысяч выпускаются ежегодно. Никто из них не может найти, по сути, работу по специальности. Речь идет о создании высокотехнологичных новых рабочих мест, где могут применить силы эти выпускники. Мы считаем, что за пять лет работы нового мэра можно создать в Москве 2,5 миллиона новых высокотехнологичных рабочих мест. Напомню, что президент России поставил задачу о том, чтобы в стране было создано 25 миллионов рабочих мест. Я считаю, что Москва вполне может взять на себя решение десятой гули этой задачи. В Москве прекрасный потенциал, научный потенциал. Для этого, конечно, нужно развивать промышленность, нужно развивать производство. И с этой точки зрения мы считаем, что для тех предприятий промышленности, которые готовы развивать высокие технологии, мы снизим или даже полностью снимем плату за аренду за землю и уменьшим налог на прибыль, если часть этой прибыли будет вкладываться в развитие производства, в развитие новых технологий. Про тех же молодых людей речь идет и в разделе, который касается градостроительства, который касается жилищной политики. Речь идет о том, чтобы предоставить молодому человеку социальное жилье, долгосрочную аренду с платой менее 50% от средней рыночной и с правом дальнейшего выкупа. То есть по остаточной цене. То есть несколько лет он платит аренду, если у него появились деньги, ну он может по остаточной цене выкупить эту квартиру у города. Еще один момент я бы отметил в нашей программе, ее реалистичность. Она исходит не вообще из того, что хотелось бы сделать, она исходит из конкретной реальной ситуации, из конкретной ситуации, которая сейчас сложилась в Москве, и из тех возможностей, которыми обладает мэр Москвы. То есть она не затрагивает федеральные проблемы, она не затрагивает федеральные законы. В программе 8 глав. Мы начинаем не с формированием органов власти в нашей программе, а говорим больше о социальной политике и об экономической политике. И несколько глав посвящены конкретным крупным проблемам, которые волнуют москвичей. Это вопросы ЖКК, миграционной политики, вопросы градостроительной политики, транспорта и экологии. Приоритет программы отдается социальной политике. Ну вот некоторые конкретные моменты я с этим хотел бы обозначить. Что касается старшего поколения. Мы считаем, что в Москве есть все возможности для того, чтобы установить такую доплату для всех москвичей-пенсионеров, чтобы пенсия была не ниже минимального прожиточного минимума в Москве. А минимальный прожиточный минимум в Москве мы оцениваем 18 тысяч рублей. Второе. Мы считаем, что в Москве нужно решить вопрос о том, чтобы приравнять детей войны по льготам к друженикам тыла. Я считаю, что в Москве бюджет Москвы, возможности Москвы вполне позволяют это сделать. И Москва в этом должна подавать пример всей стране. Ну и наконец, в Москве очень много социально неполучных слоев населения. Мы считаем, чтобы московские власти все время держали этот вопрос на пульсе, если хотите, нужно ввести институт социальных участковых, чтобы они оперативно реагировали на все проблемы, которые возникают у москвичей, у тех москвичей, которые нуждаются в помощи. В социальной программе есть раздел, который касается адресной помощи лицам с ограниченными возможностями. Мы считаем, что в мэрии должен быть создан и будет создан департамент по делам инвалидов, который в комплексе займется всеми проблемами, связанными с решением проблем лиц с ограниченными возможностями. И, наверное, такого безобразия, которое есть сейчас, я надеюсь, впредь не будет. Я вот сейчас эту проблему специально озвучу перед всеми средствами массовой информации, в надежде, что эта информация дойдет соответствующим департаментам, руководству московской мэрии, и на этой, и на следующей неделе это безобразие прекратится. Вот можете представить такую ситуацию, с какой проблемой бьются сейчас, столкнулись и бьются инвалиды. Если, скажем, не зрячий инвалид или инвалид каясочный хочет сесть в автобус, то сам он проходит в первую дверь, а сопровождающего лицо должен пройти в другую дверь. Я считаю, что комментарий просто излишний, это какой-то абсурд, это безобразие, которое я вообще не представляю, каким образом оно может возникать, эти проблемы. Ну и несколько вопросов, что касается здравоохранения. Особое внимание это своевременной профилактики и диагностики, обеспечения лекарствами населения, и прекращение практики лоббирования конкретных лекарств, возвращение бесплатных анализов. Вы знаете о том, что сейчас для того, чтобы вовремя сделать анализ, быстро сделать анализ, то за это надо платить. А если ты хочешь делать бесплатный анализ, ну, жди вот там неделю, десять дней, а может быть и более того. Ну и наконец, мы в своей программе выступаем за то и считаем, что нужно поставить цель, чтобы вывести заработную плату всех социально значимых профессий бюджетной сферы на уровень выше средней по городу. Переходим к городу. Телеканал Рассвет ТВ, Тамара Бычковская. Иван Иванович, в случае вашего избрания на должность мэра, что вы измените в системе управления городом? И вопрос Геннадию Андреевичу Зюганову. Геннадий Андреевич, вы удивились, что здесь на пресс-конференции много журналистов, предполагали, что мы в отпуске. А КПРФ отчиталась о проделанной работе и, извините, что отдыхает в отпуске? Ну, первое, я считаю, что социально-экономическая и политическая ситуация в Москве очень сложна. И ни одна политическая сила самостоятельно не может управлять этой ситуацией. Поэтому я выступаю за то, чтобы формировать в правительстве высококлассных специалистов, которые войдут в представители разных политических сил. То есть формировать коалиционные правительства. Второе, я считаю, что, в отличие от некоторых других кандидатов в мэры, что выборы в Московскую городскую думу не надо приближать. По закону они должны состояться через год. И мне кажется, что важнее хорошо подготовить эти выборы. Чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, так, как должны проходить выборы в целом по стране. И Москва в этом должна показать пример. Тем более, что очевидно, что надо менять честный состав депутатов Московской городской думы. Ну и нужно подготовить еще ряд вопросов, прежде чем проводить выборы в Московскую городскую думу. Я считаю, что трехзвенная система управления в Москве, мэрия, префектура, управа, она неэффективна и очень затратна. Считаю, что нужно в Москве постепенно переходить к двузденной структуре управления. Мэрия район или мэрия крупный городской округ. Имея в виду, что количество районов, конечно, должно быть существенно меньше, чем их количество сейчас, но где-то максимум от 40 до 50 районов должно быть в Москве. Сейчас на нижнем уровне у нас система двой власти. С одной стороны, это управы, которые подчиняются префектурам, с другой стороны, муниципалитеты, которые подчиняются депутатам муниципальных собраний. Причем муниципалитеты полностью бесправны. У них нет ни прав, ни финансов, ничего. Я считаю, что двузденная структура управления, она с одной стороны будет более эффективна, с другой стороны, управлять городом будут люди, которые конкретно живут в этом микрорайоне, в этом районе. И они будут принимать решения, что касается вопросов градостроительства, что касается вопросов торговли, транспорта, с которыми сталкиваются жители этого конкретного района. Я считаю, что надо расширить полномочия Московской городской думы. Московская городская дума должна согласовывать всех министров правительства Москвы. Московская городская дума должна более тщательно и детально смотреть бюджет Москвы, формирование бюджета Москвы, исполнение бюджета. Точно так же, как все целевые программы, крупные целевые московские программы должны идти исключительно через Московскую городскую думу. Ну и еще один момент я отметил. Какая сейчас очень большая проблема московской власти. И вот тем многочисленным же встречам, которые мы за эти полтора месяца провели, отчетливо об этом говорят. Московская власть плохо слушает и плохо слышат москвичей. Огромное количество инициативных групп, которые просто кричат о конкретных проблемах, которые болтают. Их не слышат. Ну и последнее, что касается системы управления Москвой. Чтобы лучше слышать голос москвичей, я думаю, по отдельным, особо важным вопросам, нужно возродить институт проведения референтов. В Москве не слышат голос не только трудящихся, а умных и талантов. В Москве очень много гениальных талантов. По любой проблеме можно собрать совет, который даст великолепные решения, но никто их не слушает. Один, два, три человека принимают решения. Развивать надо Москву, вполне понятно. В Москве в валяющих территориях море, начиная от гостиницы России, там почти 15 гектаров. Десять лет это яма в центре Москвы, и нет никаких решений. ЗИЛ почти полностью внесли. Не хотят застраивать нормальный разряд свой производ. Почему? Потому что готовили целую серию блестящих решений. Два человека отмахнулись, никому нет. Три человека собрались и сказали, будем строить Москву от Матич до Халуи. Я задал им вопрос конкретно. Три улетные трассы, Симферопольская, Халужская, Киевская. Какая очередь в машинах, там и пробка. 10-15 километров уже в рабочий и выходной день. Каким образом вы будете строить в ту сторону и отправлять туда 200 тысяч инориков для работы? На чем? На вертолетах? Ну, будет Путин с Медведем летать. Может быть, и Собянину дадут вертолет. А дальше что? Немая стена. А почему? Да, вот нас вызвали, пальцем ткнули. У вас прекрасная архитектура. Великолепные градостроители. Григорьев в свое время архитектурно-строительный план, который у Минска. Синьки, посмотрите, как город после войны восстановили, каким образом решили эту задачу. Почему они посмотрели, как строился большой Париж и большой Лондон? Там почти 50 лет разрабатывали этот проект. Опять немая стена. Поэтому, правильно, Иван Иванович, очень говорит над усилием коллективный подход и законодательные контролирующие функции в Московской Думе. На 12-миллионный город 35 человек. И тут будет 45 человек. Дума должна быть полноценным органом, способным принимать решения, контролировать и обеспечить коллективное управление. Ну и мэрия. Куда ни тнешься, без взятки ни одной справки не получишь. Поэтому кардинальным образом надо улучшать управление. Что касается нашей фракции, да, она читалась. Вышел в правде полный отчет. Советую посмотреть. В правде Москвы блестяще. Дала 10 причин отставки правительства. Мы готовим уже то, что в интернете почти 60 тысяч подписей собрали. И эту работу проводят все депутаты без исключения, даже находясь на области. Одновременно ведем подготовку кадровой и многое другое. Так что фракция работает и прежде всего работает на выборную кампанию. Мельникова, Черемисова, Московского области и других наших кандидатов, которые пошли на выборы. Мы благодарим вас, приглашаем на выборы и поддержать наших кандидатов.